Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. В данном видео мы продолжим знакомиться с показаниями Константина Игнатова, которые он давал в американском суде в 2019 году. Данное видео это уже пятая часть перевода показаний Константина Игнатова с английского на русский язык. Если вы хотите ознакомиться с предыдущими четырьмя частями, то ссылки на них можете найти в описании к этому видео. Итак, показания Константина Игнатова на суде 6 ноября 2019 года. Продолжение. Допрос ведет прокурор Фолли. Синим цветом выделены вопросы прокурора, красным цветом ответы Константина Игнатова. Вопрос. Когда вы признали себя виновным, вы начали сотрудничать с властями? Да. Мистер Бориль, покажите свидетелю документ 901 и перелистайте там страницы. Мистер Игнатов, вы узнаете этот документ? Да, это мое соглашение о сотрудничестве. Господин Игнатов, каковы ваши обязательства по этому соглашению о сотрудничестве? Говорить правду, встречаться с сотрудниками так часто, как они захотят, и быть правдивым в моих показаниях. Если вы выполняете свои обязательства по этому соглашению, как вы понимаете, что будет делать правительство? Вы напишите письмо 5К1. Периодически здесь встречается слово правительство. И кого-то может это смутить, причем здесь правительство США. Что будет делать правительство? Дело в том, что это юридический сленг. Словом правительство обозначается не само правительство США, а его представители, то есть сторона обвинения. То есть, по сути, прокурор или его представители. Поэтому пусть слово правительство вас не смущает. Итак, получается из того, что мы прочитали, сторона обвинения и обвиняемый или свидетель могут заключить определенное соглашение в виде документа, как Игнатов сказал, это мое соглашение о сотрудничестве, согласно которому он берет на себя обязательство говорить правду, встречаться с сотрудниками так часто, как они захотят, и быть правдивым. И если он на протяжении расследования взятые на себя обязательства выполняет, то прокуроры пишут письмо 5К1. Это письмо направляется судье, который будет рассматривать дело. Итак, дальше. Читаем дальше. Когда вы говорите судья, вы имеете в виду судью, который вынесет приговор по вашему делу? Да. Как вы понимаете, какая информация войдет в это письмо? В письме будет написано, давал ли я правдивые показания, как часто я встречался с правительством и какую помощь я оказывал. А с другой стороны письма будут перечислены все преступления, которые я совершил. То есть получается, что в данном письме как раз сторона обвинения представит судье факты, показывающие, что данный человек, он сотрудничал со следствием, помогал следствию, а не, наоборот, вставлял палки в колеса, скажем так. Вам обещали назначить какой-то конкретный срок заключения, пока вы сидите здесь сегодня? Нет. Вам обещали, что правительство напишет это письмо, когда вы будете сидеть здесь сегодня? Нет. Как вы понимаете, что произойдет, если вы не будете давать правдивые показания в этом суде? Я не получу это письмо, и соглашение о сотрудничестве может быть расторгнуто. Насколько вы понимаете, повлияет ли результат этого судебного разбирательства на то, что вы получите письмо, которое мы обсуждали? Нет, не влияет. Все, что мне нужно здесь делать, это дать правдивые показания. То есть получается, если, например, во время следствия данный человек будет нарушать подписанное соглашение, то есть будет, например, улечен во лжи, что он дает неправильные показания, то, соответственно, соглашение может быть расторгнуто, и тогда со стороны обвинений ему не будет даваться уже положительная характеристика. То есть, насколько мы понимаем, что данный документ будет показывать, что человек, подписавший соглашение, идет на сотрудничество со следствием, и в будущем это может быть учтено при вынесении ему приговора. Напоминаю, что в данном случае Константин Игнатов дает показания как свидетель по делу Марка Скотта. По делу Марка Скотта он является свидетелем, но при этом есть собственный его процесс, на котором рассматривается уже его дело. И, насколько я понимаю, именно на том процессе, где он является обвиняемым, собственно, вот как раз эти все моменты, они могут послужить ему либо в плюс, либо в минус, в зависимости от того, как он сотрудничает со следствием. Господин Игнатов, я хочу сменить тему и сосредоточиться на том, как инвесторы OneCoin покупают пакеты OneCoin, которые вы обсуждали вчера. Документ 119. Господин Игнатов, если инвестор OneCoin захотел приобрести один из этих пакетов, как он это сделает? Либо на официальном сайте, либо они идут в один из офисов, например, в Гонконге, Софии, Дубае, либо покупают его через одного из партнеров. Какие способы оплаты они могут использовать для этих покупок? Наличными и банковским переводом. Давайте начнем с оплаты пакетов OneCoin наличными. Когда клиенты OneCoin оплачивали наличными, как именно происходили эти платежи? Они приносили наличные в офис, скажем, в Софию. Вчера мы осмотрели криптоцентр. Имеется в виду, что на предыдущем заседании были рассмотрены фотографии криптоцентра в Софии, то есть офисов в Софии. Там была стойка регистрации. Они идут туда к администратору. Она звонит кому-то из бухгалтерии внизу, где люди, которые хотят купить пакет, дают деньги и получают код образовательного пакета. Если клиент пришел в офис OneCoin в Софии, чтобы сделать покупку пакета наличными, куда потом размещались эти деньги? После того, как он получил чек и код, человек из бухгалтерии отвозит деньги наверх, на третий этаж, где находится сейф. Вы упомянули, что там был сейф, верно? Да, он размером с маленькую комнату, с более толстыми полами и специальной защитной дверью. А внутри есть несколько полок и еще один сейф, который размером примерно с большой холодильник. Что хранилось внутри сейфа размером с большой холодильник? Там были документы, но в основном это были деньги. Это были наличные деньги? Да. Ранее вы упоминали, что когда клиенты OneCoin платят наличными, они получают коды. Что это за коды? С помощью этих кодов они могут получить свой образовательный пакет на сайте OneCoin. Для чего можно использовать эти образовательные пакеты? Для генерации монет, в конце концов. А для чего потом использовались монеты? Ни для чего. После того, как клиенты OneCoin получили учебные материалы, что они получали с этими учебными материалами? Бесплатные токены. Что они могли сделать с этими токенами? Через майнинг генерировать новые монеты. Внутри сейфа было большое или небольшое количество наличных. Пока оружие было там, сейф был почти полностью заполнен наличными. Здесь, как мы видим, Константин Игнатов достаточно подробно показал, каким образом происходила оплата и покупка так называемых образовательных пакетов OneCoin в офисе в Софии. То есть человек мог принести, например, наличные деньги, передавал представителю компании, представитель компании нес эти деньги наличностью на третий этаж и клал в сейф, а человеку передавали специальный код, с помощью которого он мог активировать свой образовательный пакет. Ну а в следующих видео мы поговорим о том, на что же Ружа Игнатова тратила привлеченные средства. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.